Несмотря на происки погоды, мы, наверное, все-таки начнем нашу конференцию. Кто позже подъедет, уже принят участие в нашей конференции. Перед тем, как предоставить слово для приветствий, я хочу все-таки несколько слов сказать о моем учреждении. Дело в том, что ровно 20 лет тому назад мы в этом зале отмечали день рождения Прокиса. Вмечение 28-го, 27-го, вчера был день его рождения. Было очень много представителей и от власти, и от академии, и от общественности выступали ученики, и коллеги. Но, к сожалению, через 8 месяцев Прокиса не стало. Вообще-то, трудно говорить об этом человеке, потому что он был настолько яркой, многосторонней личностью, что рассказать обо всех сторонах его характера, его личности не представляется возможным. Но я постараюсь довольно, постараюсь коротко рассказать о нем, то, что успел немножко набросать на этих листиках. Дело в том, что Фролькес очень тонко чувствовал тенденции развития и биологической, и медицинской науки. Он великолепно разбирался во многих отраслях знаний. Он не ограничивался изучением каких-то частностей. Он мыслил глобально, масштабно. Соединял в своих исследованиях не только фундаментальную науку, но и практические подходы. Рекомендуя какие-то подходы к лечению людей, к продлению человеческой жизни. Вообще-то, судьба не баловала Фролькеса. Ну, наверное, все вы знаете, или не все, во всяком случае, наверное, знают о том, что Фролькеса после окончания школы война застала, когда он, собственно, стал уже студентом мединститута, и с мединститутом уехал в Черябинск. Где-то на третьем курсе мединститута его забрали, скажем так, в советскую армию, но направили на подготовку зауряд врачей сначала в Москву, а потом, после освобождения Ленинграда, точнее, после разрыва Кольца, уже когда вернулась академия туда и начала действовать, военно-медицинскую академию. Он успел сразу после окончания краткосрочных этих курсов принять участие в боевых действиях. Сначала на Ленинградском фронте, потом был в Польше, в Германии, закончил войну в Праве, в Чехословакии. Сразу после окончания войны, практически сразу, ему удалось поступить в аспирантуру. По рекомендации видных исследователей, в первую очередь физиолога, известного в Ленинграде, который замолвил словечко перед Фольмартом, который в то время работал в Киеве. И Фройкеса взяли в аспирантуру в Киев. После окончания аспирантуры, в 50-м году он защитил кандидатскую, в 58-м докторскую. Он великолепно читал лекции, вел группы, и мне повезло быть и в его группе, и в физиологическом кружке, которым руководил Фройкес. Он не только великолепно читал лекции, но и очень увлекательно проводил занятия в группе. Ну а потом произошло заметное событие, которое определило дальнейшую судьбу не только Владимира Вениаминовича, но и развитие геронтологии в нашей стране, да и не только. Он стал руководителем лаборатории физиологии в нашем институте и в течение более 40 лет возглавлял лабораторию, возглавлял сектор наш экспериментальный. Ну и, собственно, много сил отдал на развитие нашего института. Собственно, в нашем институте он стал сначала профессором, потом член-корреспондентом Академии наук Украины, академиком Академии наук Украины, но позже, когда была организована Академия меднаук, он стал одним из учредителей этой академии, он стал не только академиком этой академии, но и вице-президентом Академии меднаук. И в течение еще шести лет руководил наукой нашей Академии. Своими идеями он увлекал учеников, а у него их было очень много, только по диссертациям более ста человек, в том числе 46 докторских диссертаций. Но нельзя ограничивать число учеников только его диссертантами. Среди них было много таких, с кем он делился своими идеями, планами, планами экспериментов. Ну и опять-таки нельзя забывать о тех многочисленных иностранных посетителях нашего института, с которыми ВВ, не жалея своих идей, делился так спокойно, когда с ним ходил и переводил при нем, когда с ним были иностранные гости, я ему иногда говорил так, да ничего, что ж вы так вот все свои идеи выбрасываете, так выкладываете, он говорит, ну, понимаешь, мы это не сможем сделать, а может быть они и сделают. Это действительно было так. Некоторые из обоих идей были воплощены в тех же Соединенных Штатах Америки, в Швейцарии, ну и в других странах. Научных публикаций было у Фролькеса очень много, у него более 700 публикаций, причем 40 это монографии, учебные пособия, руководство. Ну и, естественно, его широко печатали, не совсем естественно для тех времен, его широко печатали за рубежом. Его публиковали в Соединенных Штатах Америки, в Швейцарии, в Австрии, в Чехословакии, в Бразилии. В общем, его хорошо знали, а он великолепно выступал на международных и наших отечественных форумах, поэтому его не только знали, с ним считались, уважали, ценили. Ну и за те заслуги, которые были у него перед Международным геронтологическим сообществом, он был награжден медалью Фрица Верцара. Наверное, многие из старожилов помнят эту фамилию одного из основателей фундаментальной геронтологии. Он был награжден международной премией Всемирного Международного общества геронтологов и гериакторов. Ну, хотя Фройкес жил наукой и в науке, тем не менее он разбирался в литературе, театре, музыке, живописи. Он сам писал эти стихи. Он умел сочетать яркий, насыщенный общением со своими друзьями, коллегами отпуск с постоянной работой над проблемами жизни и смерти, продления жизни, то есть теми проблемами, которыми он занимался здесь в институте. И многие книги и статьи его были, собственно, начаты или даже написаны во время его отпусков. Ну, вот, не знаю, Нестер Сергеевича не вижу здесь. Он нередко рассказывал о том, как во время одной из поездок по России Фройкес Синди Зарулен надиктовал ему статью, которая практически была чистовиком, которую они опубликовали в Бюллетене экспериментальной биологии и медицины. А кто помнит эти издания, туда попасть было не очень просто. Да и здесь, собственно, в институте он завел интересную традицию. Старожилы, наверное, помнят, что в обеденные перерывы он брал своих учеников, ну, конечно, чтобы друг другу не мешали, и зимой на лыжах, как правило, и летом уже пешим годом он выводил на прогулки, вот здесь недалеко станция, в пуще водится автостанция, да не и лес начинается. Вот, бродя по лесу, обсуждал и планы, и результаты работы, и планы экспериментов на будущее. В общем, с ним было очень интересно, и это длилось где-то до 80-х годов, пока он не стал себя чувствовать несколько похуже. Фролькес — это эпоха в отечественной, да и не только в отечественной геронтологии. С его именем связаны многие оригинальные теории и гипотезы. Ну, та же регуляторно-адаптационная гипотеза возрастного развития, генорегуляторная теория старения, положение о роли в старении и развитии возрастной патологии, включение или выключение определенных генов, причем не только в старении, но и в возрастной патологии, повторяю. Ну, и исходя из этого, уже были выдвинуты идеи той же генной терапии атеросклероза, были выдвинуты идеи о том же этогенезе, витауте, антистарении. Были предложены такие интересные подходы к увеличению продолжительности жизни, как использование ингибиторов биосинтеза белка, энтеросорбенция, двойная детоксикация печени и многие другие. Фролькес активно участвовал в общественной жизни, и это необычная канцелярская формула, которую использовали обычно в анкетах или в характеристиках. Он действительно переживал за то, что делалось или не делалось в стране, в науке, в медицине, в академиях, в обществе. С ним советовались президенты и не только академии. В значительной степени мы обязаны Фролькесу и его общению с президентом Кучмой тем, что у нас была запущена программа здоровья пожилых людей. Государство оценило вклад Фролькеса в развитие науки. Он стал лауреатом премии Боговольца, Мечникова, Строжеска, Государственная премия Украины в области науки и техники. Кроме того, я говорил, что он участвовал в войне, в Великой Отечественной войне. Он был награжден орденом Отечественной войны и медалями. Ну, а за успехи в науке он был награжден почетным знаком награды президента и двумя орденами Ярослава Мудрого, четвертой, пятой и четвертой степеней. Ну, и в заключение, позвольте завершить это выступление словами Бориса Евгеньевича Патона, которые приведены вот в этой книжке. Его статья называлась «Чудесный экспласт». Ну, а книга называлась «Владимир Вениаминович Фролькес. Ученый и человек». Общение с Владимиром Вениаминовичем всегда доставляло мне огромное удовлетворение, причем независимо от темы беседы. Какую бы тему мы ни затрагивали, он раскрывал ту или иную сторону своего многогранного таланта и каждый раз удивлял глубиной своих знаний и отточенной формой изложения. И еще. Честно признаюсь, не верится, что от нас ушел такой замечательный, мудрый и душевный человек. Его нам всегда будет не доставать. И это так. И нам его тоже очень не достает. Спасибо. А сейчас слово для приветствия от Академии Меднаук, от Президиума Академии Наук. Предоставляется Николай Дмитриевич Тралькова, вице-президенту нашей Академии. Прошу. Шановные коллеги, шановные друзья, сегодня действительно надзвичайная подия в нашем закладе, в Институте генетологии и в Национальной Академии Медичных Новых и для всей медической спільноты Украины. Эта конференция, которая началась на 95-летнюю дню народа Владимира Медича Прошкиса, Владислав Викторович сказал, дал ему характеризм. Но я хотел бы еще раз добавить, что это действительно была особистая постель. Он был в науке. Он стоял у витоков створения генетологической науки в Украине. Он был один из основников Украинского общества. Мне бы хотелось бы напомнить, что Владимир Владимирович, Владислав Викторович говорил, не хотел бы повторить, Но начиная свой творческий шлях, раскрытие его таланта, как учебного, произошло в стенах этого заклада. И те концепции, которые он закладывал, адаптированно, регулированно. И участь генеров, старинных, веконных проблем. Они нашли свои отображения в многих работах его ученых и его соратников этого заклада. Шановные, мне бы хотелось бы еще раз напомнить про то, что это действительно особистые. Таких особистых людей, надзвичайно, мало сегодня. Яких за собой могли бы выслово перегенерировать те идеи, которые вы это делали. И сегодня наша договоренность, она посвящена дейсно. Хотелось бы задуматься на то, чтобы осмислить эти идеи, но главное, что хотел Владимир Владимирович, просусти эти идеи на перспективу. Это действительно события. И я хотел бы от президента Национальной академии музыки, президента, поздоровить всех нас с этой событиями. Ну а главное, чтобы мы очень плотно провели эту научно-практическую конференцию. Чтобы мы не только говорили о том, что сделал Голубий Владимирович, а чтобы мы думали, как разбитые его науковые идеи. Спасибо. В Верховной Раде есть такой комитет по здравоохранению. И грамматическая платформа у меня на 60 плюс. А? 70. 70 плюс. Выбачай. 60 плюс. Чтобы мы жены дольше, дольше, дольше. Так вот, помощника Ольги Богомолец и Встегнеева Елена Васильевна, хотя бы... Ну а что ж, будем далеко где... Не важно. Выбачай. Спасибо. Добрый день, шановые коллеги. Я хотела вас приветствовать от имени Ольги Владимирович на этой конференции. На жаль, она не может прийти у Собольска. Но я хочу сказать, что для нас очень важно, что Институт Працелин, что он открывает планку, которую высокую, которую все основные гератологические науки в Украине еще подняли. Дуже дякую всем вам за ту школу гератологии, которую вы не только купили, но и развиваете. За эти чудовые конференции, на которых я присутствовала в Чернівцях и сегодня. За то, что вы помните всех наших ведущих учеников. За то, что вы действо поклонитесь про нас в Украине. И очень важно, что в вашем Институте и Центр по навчанию персоналу, не только медичного, как с этими людьми летними працювать. Потому что, на самом деле, у нас очень большая количество людей летнего века. И такого такого нет ни в соц. спортсменах, ни в центрах-интернатах, там, где они находятся, летние люди. Поэтому очень дякую вам за это. Дякую за то, что вы разработаете специальный меню, специальный программ для летних людей. За то, что у вас працюют такие важные отделения борьбы и ликования спортсменсом. И, вообще, за то, что вы есть. Потому что можно подумать, что наука в нашей стране сейчас не очень поважна. Но, на самом деле, мы с моей общедневной работой своим житом показали нам всем пример. Наша конформа называется «Украина 80+,» потому что у нас уже молодежные мрения, что все украинцы будут переживать 80+. Поэтому очень дякую вам за это. Мы, надеюсь, будем с вами współпроцювать. А сегодня я хотела бы вручити керевнику вашего институту, Владиславу Викторовичу, такую чудовую работу, которая называется «За самовидданность служения на обществе». Это работа от общественности. Поэтому очень прошу вас принять. Спасибо. Спасибо большое за старость. Спасибо. Василий. Так, Шатила, Сотпредседатель, и вы, Дёв. Пожалуйста. Вы, Чински, есть. Продолжение следует...